Итак, меня зовут Дарья, я являюсь менеджером по организации мероприятий Релот. Вместе со мной сегодня вебинар будет проводить Петр Анатольевич Степичев, наш давний партнер, представитель Ассоциации учителей иностранных языков МЭЛТА. Добрый день. Во второй части вебинара он нам подробнее расскажет о многолетнем опыте нашего сотрудничества, о том, какие призы предоставляют, о том, как проходят конкурсы, расскажет о своем фестивальном движении и поведет много-много интересного. Пожалуйста, напишите в чат, кто из вас уже когда-либо участвовал в наших конкурсах, а кто собирается впервые, это было бы очень интересно. Екатерина, если видео прерывается, возможно, у вас какие-то проблемы. Если у кого-то еще прерывается, напишите, пожалуйста. Если у всех, то будем решать проблему. Дважды выигрывали. Эхо только у вас или еще у кого-то эхо. Напишите, пожалуйста, коллеги. Впервые. Отлично, Анна. Я думаю, что мы будем потихоньку начинать. Итак, на сегодняшнем вебинаре мы с вами поговорим о том, какие есть конкурсы у нас в целом. Я расскажу о том, какие конкурсы мы проводим в данном году. Расскажу про конкурс эссе единства в различии, который является нашим основным конкурсом. Расскажу про географию, про наших партнеров и партнеров-патронов. Познакомлю вас с темами конкурсов в этом году. Расскажу про плакаты, как подводятся итоги, награждения, условия участия и регистрация. А также Петр Анатольевич расскажет нам про ассоциацию, в которой он много лет уже является вице-президентом. И также он поделится советами о том, как успешно выигрывать и побеждать в конкурсах. Несколько слов о нашей компании. Образовательная компания «Ариот» существует с 1991 года, и у нас есть несколько направлений. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами издательства Oxford University Press и Klee International. У нас есть интернет-магазин. Мы являемся разработчиками тестирования и курсов повышения квалификации. И также издателем журнала «Иностранные языки» в школе. Хочу познакомить вас с конкурсами, которые мы уже много лет проводим. В этом году 13-й сезон, как мы проводим конкурсы. У нас есть конкурсы на английском, французском и испанском языках. Сейчас я вам пришлю ссылочку. По данной ссылочке можно посмотреть описание конкурса. Описание каждого конкурса есть на нашем сайте. Кратко расскажу про все конкурсы. Наш самый главный проект – международный конкурс «Россия. Единство в различии». Он проводится на трех языках. Есть формат индивидуальный и командный. О нем я расскажу подробнее чуть позже. Конкурс «Портфолио». Он проводится для школьников с 1 по 11 класс. Это индивидуальный конкурс презентаций. То есть школьники составляют свое портфолио. И в презентации рассказывают о хобби, об увлечениях, о своей семье, о любимых предметах и так далее. И если их работа успешно проходит за очный этап, мы их приглашаем на очный этап, где они уже устно защищают свой проект, выступают и рассказывают о своем портфолио. Конкурс очень интересный. Мы его проводим уже много лет в сотрудничестве с одной из очень достойных школ города Москвы, которая находится недалеко от нас. И в этом конкурсе участвуют школьники со всей России. В этом году это был довольно большой масштаб. И из Самары, и из Тольятти участвовали, и из других городов России есть те, кто участвует постоянно. Конкурс «Театральный постановок Little Broadway» — это командный конкурс для школьников первых шестых классов. Театральные постановки можно делать не только на английском языке. В данном конкурсе приветствуется любой язык, но английский является преимуществом. Из-за основы берутся художественные произведения, адаптированная литература, издательство Oxford University Press. Конкурс «Bookworms» — «Bookeners». Этот конкурс у нас раньше был только командным, но в этом году мы его сделали еще и индивидуальным. И я думаю, что это упрощает и дает дополнительную возможность участвовать в данном конкурсе. Мы приглашаем участвовать школьников шестых-девятых классов. И этот конкурс — это конкурс отзывов о произведениях французской или английской литературы. Конкурс бесплатный. На основу берется какая-либо книга на французском или на английском языке. И составляется презентация с анализом художественного произведения. Конкурс «My English Souvenir» — это конкурс для детей с особыми образовательными потребностями. Конкурс рисунков, поделок и других творческих работ для школьников первых-седьмых классов. И конкурс для преподавателей «The Best English Lesson», который мы также ежегодно проводим. Это конкурс открытых уроков. То есть выбирается какое-либо ОМК, издательство Oxford University Press, и записывается полноценный 45-минутный урок, как вы его проводите с детьми. И там также есть некоторые задания, которые анализируются, и потом подводятся итоги нашими экспертами. Теперь я хотела бы подробнее остановиться на нашем главном конкурсе «Единство в различии». Сейчас я вам пришлю ссылку сразу. На чем записывается, если вы про конкурс для преподавателей, то это либо диск, который мне передают преподаватели, делали так, либо эта работа присылается в Google Docs на диске. Ну, по электронной почте. Я думаю, что про конкурс для преподавателей можно будет задать вопрос в конце. А сейчас позвольте мне рассказать про наш главный проект, конкурс «Единство в различии». Но этот вопрос я обязательно учту, обязательно постараюсь ответить. Итак, конкурс «Единство в различии». Я вам прислала ссылочку, где вы можете прочитать не только про этот конкурс, но и про все остальные конкурсы. Этот конкурс мы проводим уже с 2008 года, то есть уже 2013 год, как мы его успешно реализуем. Какие цели и задачи у данного конкурса? Конечно же, это повышение мотивации учащихся в культуре своего языка, в культуре изучаемого языка. То есть это либо английский, французский или испанский язык. Это формирование речевых умений, навыков 21 века. Это умение работать в команде, анализировать источники, которые используют школьники и студенты в процессе подготовки своей работы. Конкурс также способствует расширению кругозора и помогает окунуться в культуру страны. Конкурс «Единство в различии» имеет очень высокий статус. Учредителем данного конкурса является президент образовательной компании «Релот» Светлана Николаевна Уласевич. Другие патроны – это Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека в городе Москве, его королевское высочество принц Майкл Кентский, который несколько лет назад приезжал в Москву и принимал участие в открытии, в юбилейной церемонии открытия нашего конкурса. И митрополит Волоколамский Виларион. Конкурс «Единство в различии» рекомендован Министерством Просвещения Российской Федерации. И с 2017 года он входит в перечень мероприятий. Вы можете видеть на экране номер приказа. Эта информация, она доступна. И это одна из причин, почему стоит участвовать в нашем конкурсе, потому что конкурс на самом деле поддерживается нашим государством и является престижным и радостным. Как я уже сказала, конкурс проводится довольно давно. Это уже 13-й сезон. И мы будем рады пригласить всех, желающих принять участие. У данного конкурса есть множество партнеров. С некоторыми из них мы сотрудничаем уже очень давно. Некоторые присоединяются к нам каждый год. Генеральный партнер данного конкурса – это Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Радумино, которая находится в Москве. В прошлом году, в 2019-м, именно там проходила церемония закрытия данного конкурса. Также среди партнеров вы можете видеть ассоциация МЭЛТА, представитель которой у нас сегодня будет позже выступать, языковой центр LanguageLink, культурный центр Франкотека, ибероамериканский культурный центр, музей Московского Кремля и многие-многие другие партнеры заявляют свои темы. И курируют их в течение всей своей работы. География данного конкурса. Конкурс проводится для участников со всей России и не только. Здесь вы можете на карте видеть красными точками отмечены места, откуда у нас ежегодно принимают участие школьники и студенты. Это большая часть России, от Владикавказа до Якутии и Белоруссии, с Украины, со стран СНГ. Также участники принимают участие и этот список постоянно расширяется. То есть конкурс на самом деле международный и в этом году принимали участие студенты с Узбекистана, которому, кстати говоря, очень понравилось. Они отправили работы и уже весной мне написали, что хотят участвовать снова. То есть конкурс интересен не только участникам из России, но и из других стран. А теперь давайте я вам расскажу про формат данного конкурса, про формат работы, что он собой представляет. Как вы уже видели, есть много партнеров у данного конкурса. Каждый партнер предоставляет тему, эссе, которую участники выбирают при регистрации и начинают собирать материал для того, чтобы подготовить работу. Эта письменная работа в формате эссе, она готовится в электронном виде в обычном документе Word вместе с иллюстрациями. Участвовать в данном конкурсе можно индивидуально, либо командно. Индивидуально это либо школьник, либо студент. Школьники с 8 по 11 класс и студенты первых и третьих курсов, не языковых людей. Это важно, потому что сложно оценивать студентов, которые учатся именно в языковых курсах, поскольку у них есть некоторые преимущества перед другими участниками. Поэтому мы везде в положении пишем, что конкурс для студентов не языковых вузов или факультетов. Итак, участники выбирают тему. В ноябре у нас стартует регистрация. Регистрация в целом уже открыта. Давайте я еще раз вам пишу ссылку. Может быть, кто-то присоединился к нам заново. Вот ссылка на наш сайт, где уже открыта регистрация на все конкурсы, в том числе и на единство различий на трех языках. С ноября по март проводится данный конкурс. Участники присылают письменную работу в электронном виде на иностранном языке. Возрастные ограничения конкурсов. Взрослым, к сожалению, нет. Данный конкурс рассчитан на школьников с 8 по 11 класс и студентов первых и третьих курсов. Взрослые, если это руководители или преподаватели, участвуют как кураторы и тоже награждаются. Об этом я еще позже скажу. И если взрослые, то только как руководитель, куратор или координатор команды. С ноября по март, ну вот такой срок у нас установлен, да. Итак, тема эссе. Если вы зайдете на сайт, вы увидите темы, которые у нас в этом году сформированы. Сейчас я вам пришлю ссылку сразу на темы. Темы очень интересные, темы содержательные. Я озвучу лишь некоторые. Например, тема от образовательной компании «Релот» в этом году. «Быть первой леди. Общественная деятельность Надежды Крупской и Клементины Черчилль». Тема от нашего генерального партнера в библиотеке иностранной литературы. Это образ маленького человека в русской и английской литературе 19 века. На примере произведений Достоевского и Диккенса. Когда вы будете регистрироваться или ваши учащиеся, там будет предложен выбор темы, и можно уже выбрать и начать собирать информацию для письменной работы. После подведения итогов. Подведение итогов у нас обычно в марте происходит. То есть до 31 января собираются заявки, до 10 февраля присылаются работы, и в марте мы подводим итоги. Когда подводятся итоги и уже проходят церемонии награждения, мы издаем конкурсную брошюру. Здесь вы можете видеть примеры работ, которые были напечатаны в брошюре. В брошюре мы печатаем работы первых, вторых или третьих мест. Это отрывки работ, небольшие отрывки, которые наиболее красочные, яркие и интересные. И также вот здесь вы видите скриншоты, это как выглядят наши конкурсные брошюры, которые мы всем дарим, победителям дарим, включаем. И это хороший, такой хороший пунктик для личного портфолио, как учащихся, так и преподавателей. Проект учебника не совсем поняла вопрос, Татьяна Александровна. Может быть, смогу позже вам ответить. Рабочая основа конкурса. Основой конкурса являются плакаты. Плакаты, по ним у нас разработаны все темы. То есть, если вы посмотрите, в презентации будут ссылочки на все наши плакаты, на интернет-магазин. На их основе мы как раз и формулируем тему. И также учебные пособия издательств на английском, французском и испанском языках. Как проходит подведение итогов? Как я уже сказала, что в феврале мы заканчиваем прием работ, и наши эксперты начинают проверять работы. К экспертам мы относим, конечно же, самих партнеров, которые владеют иностранным языком, которые могут качественно оценить работы и уже подводят итоги. Что получают победители? Все участники получают сертификаты. Абсолютно это не зависит от того, заняли ли вы какое-то место или нет. Убедители получают диплом. Здесь вы можете видеть образец диплома. Преподаватели, которые курировали работу своей команды или индивидуальных учащихся, которые заняли какое-либо место, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Также данные о победителях вносятся в ресурс талант и успех. Данный ресурс, он от фонда СИИУС, очень известный фонд, который находится в городе Сочи. И они не так давно создали вот этот ресурс талант и успех. Это ресурс об отдаленных детях. Летом, после того, как уже известны итоги, мы туда вносим списки победителей с указанием места, какое они заняли, в какой категории. И для учащихся это очень большой плюс. По личному запросу организационный комитет данного ресурса и фонда может выдать справку о том, что данный учащийся, он действительно внесен в этот ресурс, у него есть собственный идентификационный номер, и эту справку можно приложить в портфолио, можно приложить для своих каких-то личных достижений и так далее. И также это возможность выиграть грант, об этом написанное в ресурсе, на сайте ресурса. Вы можете тоже ознакомиться, посмотреть. И для учащихся это очень большой плюс. И также это публикация в ИЖК. В годном периодическом издании Реворд. Это наша брошюра, об этом я вам уже сказала. Вспользуются ли собранные материалы в учебных целях, или это любительский уровень? Вы имеете в виду материалы, которые берутся за основу данного конкурса? Нет, умницы, умники, боюсь, нет. Это все-таки более такая научно-исследовательская работа в письменном формате. Торжественная церемония награждения. В прошлом году, в 2019-м, как и каждый год традиционно, мы проводим красочную яркую церемонию закрытия конкурса. Приезжают учащиеся со всей России, приезжают в Москву специально для того, чтобы получить призы. Также присутствуют партнеры и патроны, готовятся концертные номера, угощения и так далее. И я надеюсь, что в следующем году мы также сможем очно провести торжественную церемонию награждения и увидеть всех учащихся лично. Условия участия в конкурсе СН. Итак, ссылка, которую я вам присылала на сайт Unity Reload.ru, там уже открыты все ссылки для регистрации. То есть вы туда заходите, уже сейчас можно выбрать тему, можно оставить заявку на данный конкурс. Мы принимаем заявки до 31 января и до 10 февраля принимаем сами работы. В марте подводятся итоги. А теперь расскажу вам о условиях участия в конкурсе СН. Все участники приобретают пакет участников. Что входит в этот пакет? Во-первых, учебные наглядные пособия. Это наши плакаты, на основе которых формулировались темы. Вам будет предоставлен на выбор один плакат. Вы можете выбрать абсолютно любой. Там есть плакат на французском языке, есть на английском языке, есть абсолютно новые плакаты. То есть вы выбираете тот, который вам нравится больше всего. Далее. Каждый, кто приобретает пакет участников, получает литературу для подготовки к конкурсу. Это либо словарь, либо художественно адаптированная литература, либо специальные пособия для подготовки к конкурсу. У вас все это будет, вся эта информация, и данная литература используется как раз для успешной подготовки к конкурсу. Также все участники получат сертификаты. И специально для тех, кто участвует в английских конкурсах, мы будем высылать под доступ к демо-версии нашего уникального пособия, Bridge to Solutions, уровня Upper Independent. Сейчас я расскажу вам подробнее тоже об этом. И что получают победители? Вы видите огромный спектр всего, что получают победители. Это диплом, призы, которые предоставляют партнеры, и также наша компания. Что касается призов, то призы на самом деле очень ценные. Это и книги, это и, например, языковой центр Language Link, предоставляет курсы для студентов, для школьников, курсы обучающие. Также это могут быть различные полезные материалы, целые комплекты подарков, пробные экзамены и так далее. Участие в очной презентации, торжественная церемония, об этом я уже сказала. Купон на скидку также мы предоставляем руководителям команд. Бесплатное прохождение тренинга от школы педагогического мастерства. И также информацию о победителях мы размещаем на всех наших ресурсах, с фотоотчетом, со всеми списками. Это очень ценно. Расскажите о конкурсах на французском. Давайте я пару слов расскажу. На французском у нас есть конкурс эссе, который проводится как и на английском, так и на испанском. Вот все, что сейчас я говорю, это точно так же относится к конкурсу на французском языке. Также есть темы от партнеров. Это культурный центр «Франкотека» и это французский институт в Москве. Также образовательная компания «Риот» представляет данную тему на французском языке. На французском языке есть конкурс «Портфолио» для школьников 1-11 классов и конкурс «Букинерс», о котором я также кратко сказала. Более подробно о французских конкурсах можно будет задать мне вопросы лично. Уже оставлю свои контакты и можно будет пообщаться. А 16 академических часов? Ну вот потому что проектная работа. У нас вот есть такой тренинг о проектной работе, и он предполагает именно 16 академических часов. Так, хотела бы рассказать несколько слов о нашем уникальном методическом пособии разработки компании «Риот» — это пособие, учебник «Виджи Солюшенс». Он как раз направлен на подготовку и написание уникальных творческих эссе и работ. И данный учебник помогает и освоить речевые навыки, и подготовиться успешно к олимпиадам, к конкурсам, к международным экзаменам, к сдаче ЕГЭ, помогает расширить кругозор и так далее. И все, кто приобретает пакет участника, то есть участвует в нашем конкурсе, они получают от доступа к одному из разделов данного пособия и книги для учителя. Здесь вы можете видеть кратко о данном пособии «Виджи Солюшенс», какие есть компоненты для учеников и компоненты для учителя. Сейчас скажу вам кратко по стоимости и скажу, какие у нас еще есть варианты, условия участия. Те участники, которые когда-либо побеждали в предыдущих конкурсах эссе, могут участвовать без оплаты пакета участника. То есть мы предоставляем такую возможность, кто выигрывал у нас в прошлом году или в позапрошлом, они могут участвовать просто так. Ну вот если они правда хотят получить этот пакет, они могут по желанию его выбрать и приобрести. Также мы даем право не приобретать данный пакет участникам наших постоянных проектов. Проекта «Оксбридж», проекта «ФИРО» и так далее. Когда вы будете проходить регистрацию, там будет такой пункт. Если вы являетесь либо победителем прошлых лет, либо ваша образовательная организация является постоянным клиентом, участником наших проектов крупных, я с вами свяжусь и обговорим условия. Что касается стоимости, то индивидуальный пакет участника стоит полторы тысячи рублей, куда входит весь спектр предоставляемых материалов. Если бы вы приобретали эти материалы по отдельности, скорее всего, это было бы дороже. Но данные материалы на самом деле имеют прямое отношение к конкурсу и пригодятся не только для данного конкурса, но и для подготовки к другим экзаменам и урокам по изучаемому языку. И командный конкурс стоит 3 тысячи рублей на команду. То есть это стоимость, которая за команду 3-6 человек. Это относится ко всем языкам. В журнале ИЯЖ материалы конкурса печатаются. Мы даем такую возможность на перспективу руководителям предоставить туда статью, но решение остается за редколлегией. То есть такой пункт у нас тоже есть, это возможно, но это не стопроцентная гарантия. То есть статья отдается на рассмотрение, если редколлегия принимает решение, что да, то тогда будет напечатана статья. Но подробнее об этом тоже я смогу рассказать лично и предоставить контакты. У нас есть сотрудник, который занимается журналом. Свою часть вебинара я кратко рассказала. Я вернусь обязательно в конце, отвечу на все вопросы. А сейчас я хотела бы предоставить слово нашему партнеру Петру Анатольевичу Степичеву, который поделится своим опытом и расскажет нам о том, как он участвует со стороны партнеров и что он может нам рассказать сегодня. Петр Анатольевич, ждем вас. Меня зовут Петр Анатольевич Степичев. Я представляю мою инстанцию представителя английского языка и культуры МЭТА. Буду по ходу нового выступления давать рекабельные ссылки, на которые можно переходить, добавляться и узнавать больше. МЭЛТА уже 17 лет занимается конкурсами, фестивалями, и мы понимаем, что это такое, и поэтому для нас большая честь участвовать в таком действительно знаковом событии современного фестиваля и конкурсного движения, как конкурс, продавательная компания «Ревод» единственное в различии. А МЭЛТА в свою очередь... ...представателя английского языка, и хотя бы... ...это в основном национальная ассоциация в первую очередь занимается организацией конференций, как у нас есть журнал. То есть мы объединяем учителей единомышленников. И на самом деле к нашим единомышленникам условно относится и команда «Ревод». Потому что во всех наших начинаниях «Ревод» нас поддерживает и призами, и компетенциями. И в целом мы разделяем точку тестов. очень важно развивать творческое начало ученики, очень важно разностороннего развивать. И в этом отношении то, что делаем мы, то, что делает «Ревод», близко и хорошо. Я попробую поближе, чтобы было громче, поближе буду к своему устройству. Собственно говоря, еще один момент, который связывает нас с образовательной компанией «Ревод» это школа педагогического мастерства учеба «Ревод». Там члены нашего комитета читали лекции. Я в частности читал лекции по педагогике удивления и по граммику грамматическому кубику. Как не повернуть, всегда получает правильное предложение. Обязательно заходите на учебу «Ревод» и вы увидите много интересного на самом деле у нас в «Ревод» очень сильный. Вот. Да, сразу вижу про учитель года. Да, я участвовал в «Учителье года». Я не уверен, что я могу участвовать еще раз, надо посмотреть положение. Плюс на самом деле я участвовал как вузовский преподаватель, а на данный момент моя основная работа это ассоциация учителей. То есть я сейчас не преподаю официально в учебном заведении, а езжу с лекциями по всей стране. Поэтому я не уверен, что скажем так, мне нужно иметь другую афилиацию для того, чтобы участвовать. Хотя конкурс, безусловно, мне понравился и я бы с удовольствием повторил этот опыт. Что можно сказать непосредственно про конкурс? Какие у него есть особенности, которые его отличают? Да, первый момент это то, что конкурс обеспечивает обучение через социокультурное и социолингвистическое восприятие. То есть это не вариант, когда ученик приходит на конкурс только показать свой результат. Это, конечно, важно, но еще важнее то, что ученик в процессе чему-то учится. И именно такой формат работы позволяет учиться в своем темпе вместе с учителем, образуя команду по сути, научный руководитель и ученик. И помимо языковых каких-то навыков ученик узнает о культуре страны и развивается кругозор. Это действительно важный момент и в конкурсе невозможно участвовать исключительно грамматикой и лексикой. Это именно творческая комплексная работа и собственно говоря ученик развивается в состороннем участии в конкурсе единственного развития. Следующий важный момент это индивидуальный подход к оцениванию эссе. Он заключается в том, что партнеры задают и курируют собственную тему. То есть мы изначально в частности наша ассоциация придумываем тему, в которой мы разбираемся, которую мы любим и представляем ее в общий пул тем. После этого работы именно с этой темой попадаются нам для оценивания. Это очень важный подход, потому что бывает часто в конкурсах, когда тема задается сверху, а потом вызываются эксперты, которые могут быть очень интересными, яркими экспертами, но так как тема не их, соответственно, они в ней не будут так сильны, как и как мы, когда мы задаем собственную тему. Вот. Так, здесь же вопрос. Да, достаточно много учеников. На самом деле, когда я ушел из вуза, я стал преподавать больше. Я имею в виду видеть чаще самих учеников, потому что я постоянно, когда езжу с лекциями по педагогике удивления, я еще провожу открытый урок. Соответственно, у меня нет бумажной работы, у меня нет всего того, за что не очень любят, официальное образование, а остается только то, что действительно мне интересно. Это сами уроки и методика, которую я развиваю. Продолжая про конкурс, открытость критериев это очень важная вещь. Опять-таки, мы стараемся делать это в Московской ассоциации тоже, но я скажу, что здесь релок пошел еще дальше и сделал это очень профессионально. Дело в том, что, во-первых, самих критериев разработано четыре страницы мелким шрифтом. Вот я как один из оценщиков, у меня есть все эти критерии, и они доступны для тех, кто участвует. Причем, здесь по два, по три балла за каждый показатель. То есть, несмотря на то, что тему выбираем мы, курируем тему мы, но критерии обеспечивают унификацию оценки. То есть, мы знаем, что ожидает организатор конкурса, главный организатор конкурса от учеников, какие требования предъявлять к работе в целом. Для нас это легче, как для партнера, и это обеспечивает объективность, потому что партнеры очень разные, и именно эти вещи подробно расписаны, помогают унифицировать всех партнеров. Следующий важный момент, который смог реализовать релок, я думаю, это связано с тем, что опять-таки издательская сильная составляющая, поэтому здесь это получилось. Доступны работы победителей прошлых лет, доступны брошюры, то есть, можно почитать работы, часто на конкурсах работа звучит, и после этого исчезает. То есть, для того, чтобы хорошо поучаствовать в конкурсе, я даже советую ученикам приходить послушать, а на следующий год участвовать. В этом случае можно участвовать сразу, потому что все работы, которые писали ученики за последние 13 лет с 2008 года, они доступны. Очень важно то, что большой масштаб конкурса, мы видим работу со всей страны, и в этом плане конкурс объединяет самых разных учеников, и интересно смотреть, как на самом деле ученики подходят к решению задачи самых разных, ученики самых разных бэкграундс, и государственные частные школы, и отдельные репетиторы направляют учеников, то есть, разнообразие здесь действительно большое. Следующий момент. Международное участие и поддержка, об этом уже было сказано, это важно для конкурсов, основанных на иностранном языке, международная поддержка и признание означает, что конкурс соответствует международным стандартам, он понимаем международными партнерами, которых на самом деле достаточно много, это самые разнообразные посольства благоговорящих стран, и патрон конкурса его проектов в сообществе Майкл Кенз. Но мы знаем с вами, что международное признание в России в последнее время может быть даже не так важно для многих образовательных чиновников именно, как признание внутри страны и включение во всякие перечни и рейтинги. И здесь тоже единство в различии имеет сильные позиции и входит в перечень Олимпиад и творческих конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации. Это то, куда стремятся, но не всегда попадают в многие конкурсы. Ну и, конечно, важно, что конкурс проводится давно, а это значит, у него наработана определенная история, наработаны механизмы определенные, и он функционирует как часы. То есть более 10 лет конкурса это уже заявка на то, что все будет организовано хорошо. Собственно, мы как партнер предлагаем и курируем свою тему. В этом году мы выбрали тему «Любовь и ненависть в русской и британской литературе». В нашем коллективе много преподавателей, профессионально занимающихся литературой, поэтому мы пошли в этом направлении. Члены Координационного Совета и члены наших конкурсов образуют группы для оценивания работ, и по критериям, которые нам представляет образовательная компания «Любовь» мы проверяем эти работы. Мы проверяем только те работы, которые собственно тех ребят, которые выбрали нашу тему. На самом деле для ученика представлен большой выбор тем, и кроме нашей темы очень много самых разнообразных тем. И вообще модель конкурса очень любопытна. Сама приорганизация модель конкурса очень любопытна, когда партнер отвечает за тему, а главный организат второй момент заключается в том, что мы являемся призовым конкурсом, мы дарим книги в основном и конкретно дарим художественной литературе на английском языке и собственно классическая литература, которая иллюстрирована нашим партнером, членом Московского союза художников, лауреатом в разных конкурсах Петром Сергеевичем Ебаевым. Вот собственно такие пособия книги вернейшим конкурсантом, победителем, лауреатом прошлого года. Как член экспертной группы проверяющей, также посоветовавшись с другими коллегами, мы выдвинули некоторые советы, на самом деле их достаточно много может быть, но наверное это наиболее общие, которые чаще всего рождаются, когда читаешь работу. В первую очередь мы призываем участников конкурса внимательно читать положение. Несмотря на то, что положение работы прошлых лет, критерии, все выложено на сайте, тем не менее иногда встречаются случаи, когда работа явно хорошая, но подготовлена, она может быть изначально была до другого конкурса. Такие вещи бывают, потому что у нас много учеников, но тех, кого мы готовы выдвигать, у нас меньше. Тем не менее, это значимый, важный конкурс. Я советую готовить учеников к нему непосредственно, внимательно прочитав положение, изучив работу, и потом начав подготовку эссе к темам этого года по критериям, которые представлены на сайте. Следующий момент связан с тем, что ученики могут обладать хорошим слабым запасом, не делать ошибок в грамматике, но при этом в письменной работе допускать те вещи, которые, скажем, студенты, которые пишут курсовые дипломы, в частности количественные и качественные характеристики вступления и заключения. Часто наш человек, воспитанный нашей творческой традицией отечественной, вступление пишет либо очень пространно и достаточно широко, либо наоборот считает, что за вступление сойдет первый абзац его работы. И этого достаточно. А вот заключение, например, пишут одной фразой, потому что, ну как, я же все сказал, что еще писать-то? То есть, вот такие перегибы, они встречаются. Следующий момент, это правильное оформление цитата в библиографии. Понятно, что для школьников это еще более непривычная вещь по сравнению со студентами, но это важная вещь, и в конечном итоге это надо сами делать. Использование связывающей конструкции, использование соответственного лексического наполнения, это также очень важно, конструкции, которые позволяют связать предложения между собой, абзацы между собой, и по сути делают текст связанным и читаемым на одном дыхании. Ну и, конечно, богатое лексико-грамматическое наполнение. Мы можем сказать, что эссе это своеобразное высказывание ученика по теме, творческое высказывание в широком смысле, и для этого есть достаточно времени, можно сделать его красивым. Соответственно, ученик может проявить себя, это не ситуация экзамена, это ситуация спокойной подготовки, и здесь мы советуем ученикам действительно всячески проявить себя. Ну и еще один важный момент, надо оценить соответствие работы заявленной темы, вроде выглядит очень как дональный совет, но эта проблема на самом деле бывает, а еще большая проблема это соответствие работы с заявленным тезисом. То есть, вообще понятия тезисов не всегда воспринимаются учеником правильно. То есть, бывает, что тезисы это что-то типа победения, бывает, что тезисы немножко про одно, а работа немножко про другое, то есть, надо внимательно этот момент осмотреть, для того, чтобы действительно отели отражали тезисы введена, которая будет представлена дальше сразу. Несколько слов о том, какие конкурсы проводятся в нашей ассоциации. Дело в том, что единственное различие это конкурс СССР, письменный конкурс, а наши конкурсы в основном устные, то есть, это вещи взаимодополняющие, как разные фрукты на тарелке, да? Поэтому, если у вас есть дети, которые больше любят говорить, например, они хотят, могут записать трехминутный видеоролик со своей речью, то добро пожаловать на конкурс Public Speaking ораторские искусства на английском языке. Ученик, камера, ну, мы обычно проводим очно, но вот последняя такая ситуация, она снялась во всей границе, участвовать могут коллеги со всей России. А соответственно, без PowerPoint, без, скажем, каких-то костюмов, то есть Public Speaking в чистом виде. А вот с полициалом наоборот, мы можем надеть какой-то сказочный костюм, могут участвовать более младшие ученики, они представляют рассказ собственного сочинения, а получается достаточно любопытно. Это тоже можно участвовать в форме высылки видео. А конкурс Must Read, когда нужно какой-то конкурс в собственной деятельности в музыке, конкурс о песне и театре. Собственно, все эти вещи можно посмотреть у нас на сайте и принять участие о том, чтобы принять участие и принять решение о том, чтобы участвовать. Среди наших призов пособие Reload, в частности, эти замечательные плакаты, которые в дальнейшем... У нас были случаи, когда ученик сначала выиграл у нас плакат, а потом, собственно говоря, вдохновлялся участвовать дальше в конкурсе и вообще через этот плакат знакомился с такой вот работой, которую проводит Reload. То есть, это взаимодополняющие вещи, очень классно работающие вместе. Или вот, например, серия VIP. VIP — это Very Interesting People. То есть, это как серия наших ЖЗЛ, да, в свое время советских. Очень любопытная серия. Это призы, которые предоставлю Reload для наших победителей в этом году. Собственно говоря, я завершу, наверное, такой мыслью интересной американского писателя Зиглара, который сказал, что успех — это лестница, на которую невозможно забраться, держа руки в карманах. Так вот, наша задача как учителей — побудить учеников вытащить руки из карманов и забираться по лестнице. Потому что, конечно, да, иногда к нам относятся как к тем, кто сделает жизнь ученика легче. В частности, к репетитору часто приходят с таким запросом, да, но даже скорее речь идет не о том, чтобы сделать жизнь ученика легче, а о том, чтобы сделать жизнь родителей легче. А то, что ученик будет достигать чего-то, это будет полезно. И учитель государственной школы, и учителю частной школы, и репетитору, и языковым курсом. То есть, это один из, кстати, критериев успешности нашей работы. Конечно, можно сдавать международные экзамены, здесь тоже. Я думаю, что у Релоба есть свои предложения. Но это более сложная задача, требующая организационных каких-то навыков, требующая времени. А вот участие в конкурсе, победа в конкурсе, призы, получаемые в конкурсе, это в том числе и знак качества, который показывает, что вы можете подготовить таких учеников. Я желаю вам всяческих успехов на этом пути. Если есть какие-то вопросы, готовь нам их получить. Так, еще одну ссылочку дам. Большое спасибо, Петровна Анатольевич. Было очень интересно. Я еще несколько слов хотела бы сказать про наш интернет-магазин, в котором вы можете найти много полезных материалов к курсу, так и для своей работы, как для своих учащихся. Там есть иностранная литература на многих языках. Там можно приобрести и тестирование, и тренинги, и посмотреть также наши конкурсы. Также мы есть в соцсетях, у нас есть все странички, у нас есть канал на YouTube, где будут выложены все записи вебинаров. Присоединяйтесь к нам. И мои контакты, куда вы можете на почту отправлять все вопросы относительно конкурсов. Еще раз сайт, на котором есть вся подробная информация. И перед тем, как перейдем к ответам на вопросы, хотелось бы еще раз уточнить, что сегодня открытая регистрация и оплата на конкурсы My English Portfolio, My Portfolio Frances, на английском и на французском, и The Best English Lesson. То есть сегодня уже можно зарегистрироваться и оплатить участие в этих трех конкурсах. Также сегодня можно подать заявку и участвовать бесплатно в конкурсе My English Souverine, Little Broadway, Bookforms, Bookineers. Что касается конкурсов СССР. Открыта пока только регистрация. То есть сегодня, если вы зайдете на сайт unity.relo.ru, вы пока сможете только оставить заявку, выбрать тему и начать собирать материал. Чуть позже, скорее всего, на следующей неделе у нас откроется возможность приобрести пакет участника на трех языках, английский, французский и испанский. Поэтому заходите, пожалуйста, по ссылочке. Я сейчас еще раз в конце продублирую, чтобы вам было удобнее. Вот на этом, на нашем лендинге в самом конце есть раздел регистрация участников. Там есть три таблицы на трех языках и открыто возможность зарегистрироваться и скачать положение. То есть все положения со всеми критериями оценивания, все шаблоны работ, правила оформления работ есть в положениях, которые выложены на сайте unityrelo.ru. Заходите, смотрите и участвуйте. Сертификат уже доступен для скачивания. Также мы его вам пришлем вместе с презентацией, но также вы его можете скачать сейчас в папке ресурсы справа. Если у вас есть какие-либо вопросы, по-любому из конкурсов, я пока еще здесь, можно задавать вопросы. Еще немножко подождем. также вы видите мои контакты, туда можно написать на почту. Отвечу на все ваши вопросы. Ждем, есть ли у вас какие-либо вопросы. конкурсы. Спасибо. Ольга Ивановна, присоединяйтесь к нам, участвуйте, рассказывайте о конкурсах в своих учебных заведениях, своим коллегам и других учебных заведениях, приглашайте школьников, студентов к участию. Надежда, помню, что вы участвовали в этом году, помню, что ваши учащиеся побеждали. Спасибо вам. Ну что, если вопросов нет, сейчас посмотрим вкладку «Вопросы». Вопросов вроде бы нет. Если у вас появятся вопросы, пишите на почту. Контакты мои будут. Рассылка вам обязательно придет. Всего вам хорошего. Желаю успешно участвовать в наших конкурсах и олимпиадах. Кстати говоря, олимпиады тоже мы сейчас проводим, они активно идут. Заходите на наш сайт, читайте информацию и желаем вам успехов. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.